В Индии готовится к одному из главных религиозных праздников – дню рождения божества Шри Ганеша. В Нижнем Новгороде также есть его почитатели. Уже 15 лет существует клуб Сахаджи-йоги. Какую философию исповедуют его участники, примерив индийский наряд, пыталась понять и наш корреспондент Мария Кузина. Это не индийское кино и не актеры Болливуда. Это нижегородские Сахаджи-йоги готовятся к одному из главных праздников – дню рождения божества Шри Ганеши. Танцами и пением они возносят ему хвалу. Это древнее храмовое искусство, которое изначально исполнялось в индийских храмах для поклонения божествам. Этот танец изначально исполнялся только мужчинами. Да, только мужчины танцевали этот танец, они исполняли также и женские роли. Сахаджи-йоги – это философия, учения и наука. Каждый называет этот духовный путь по-своему. Здесь нет правил ритуалов. Просто нужно стать лучше, добрее и раскрыть свои таланты. Есть такая у нас волшебная энергия внутри нас, у каждого человека. Она называется кундалини. И когда эта кундалини у нас пробуждается, она выбрасывает все ненужное из нас и открывает все самое лучшее. Тогда человек проявляется в полной мере. В Сахаджи-йоге считают, что пробудить внутреннюю энергию может каждый. В отличие от традиционной йоги, здесь не нужно обладать уникальными физическими навыками. А медитировать можно в любое время и в любом месте. Положим руку в подреберье и спросим внутреннюю энергию. Правда ли, что я сам себе учитель? Неотъемлемая часть Сахаджи-йоги – музыка. В Нижнем Новгороде уже 10 лет существует ансамбль индийской классической музыки «Турия». Причем пение в исполнении русских не отличить от оригинального индийского. Барабаны призваны разбудить сердце. А молодой индийский инструмент гармоника, ему всего 500 лет, благотворно воздействует на левое полушарие. Левый канал – это канал эмоций, канал желаний, воспоминаний, канал мечты, прошлого. У нас, говорят, в сердце живет Шива, и он играет на барабанах. Когда он играет на барабанах, то вся Вселенная тоже оживает. В Сахаджи-йоге нет своей традиционной кухни. Они считают, что внимание нужно держать не на том, что ты ешь, а на своем состоянии. А в честь праздника приготовили индийские пирожные. Еще одна праздничная традиция – наносить на руки мехенди. Это рисунок индийской хной. Мехенди уже 7 тысяч лет. Это традиционная индийская роспись. Ее расписывают обычно перед свадьбой, для того, чтобы свадьба прошла очень хорошо. Со священным мехенди на руке и в традиционном индийском саре я уже сейчас чувствую себя немного сахаджи-йогом. Но, конечно, главное – это не внешний вид, а внутреннее состояние просветления. Сейчас попробую достичь с помощью медитации. Надеюсь, в редакции простят мое отсутствие. Мария Кузина, Максим Емельянов, Вести Приволжье.